здравствуйте дорогие телезрители и подписчики канала youtube голова садовая вы видите на столе радость души это лилии я очень хочу чтобы вы научились понимать разницу в этих гибридах и сортах выбирая такие красивые растения которые не просто душу радует а греют ее вы должны понимать что да на планете земля всего 9 видов лилий видов но у каждого вида огромное количество сортов а межвидовые гибриды то есть например азиатка салонги флорум их еще больше ну межвидовых гибридов появилось в последнее время в последние 10 лет очень много это не просто азиатки азиатки это скромные лилии да они не требуют особого ухода да они не страдают от природных катаклизм но вы знаете и ромашки в поле тоже в общем-то ни от чего не страдают но нам же лилии хочется поэтому выбирая обратите внимание на на их красоту их запах количество цветов которые есть у них на не только красоту цветка но еще и на размер его тоже имеет значение я слышу что вы говорите ой конечно чего вы там предлагаете вот гибриды восточники у нас не зимуют и каждый раз когда я нахожусь в магазине покупаю эти цветы мне всегда говорят а чё вот гибриды они же не зимуют вы чё их выкапываете да девочки милые мои я что 200 штук выкопаю лилии что ли и куда я их понесу впадали вон в этот в холодильник а еду куда нет конечно не надо никого выкапывать запомните золотые правила первая посадка лилии должна быть произведена на вот такую глубину это глубина литровой банки запоминайте значит второе правило лилия не любит воды вы за лето можете очень хорошо полить ее три раза вместе с подкормками не любит она воды она от этого страдает просто правило золотое номер три пересаживать лилию можно в любом ее возрасте цветущую не цветущую очень аккуратно не нарушив корневую систему даже цветущая лилия не перестанет цвести и распустит все что она там приготовила для этого лилии конечно нужен свет солнечный в тени цветов будет гораздо меньше ну это же все просто рассаживать кусты лилии это у всех по-разному у азиаток через три-четыре года у восточников через 45 лет у от гибридов через пять шесть лет у трубчатых через семь восемь лет есть еще другие гибриды есть же не ла гибриды где лонги флорум азиатка есть ло гибриды лонги флорум и о ориент восточница а есть л о о гибриды где восточница два раза поучаствовала вот создание гибридов и это конечно принц промис триумфатор это потрясающие цветы по триумфатор есть и с розовой середины есть и в чисто белого цвета но цветы у них 25 сантиметров в диаметре это вообще немыслимый размер и ростом они великолепны да и трубчатых появилось очень много мы знали раньше только регали а сейчас у нас и queen african queen и golden splendor боже мой с ума можно сойти от того что и регалии есть чисто белые они желтой середины от того что этих цветов становится все больше и больше понимаете коллекции которые собираются на дача иногда они вызывают просто взрыв мозга потому что у хозяйки они с такой любовью посажены они так себя великолепно чувствуют это говорит о том что человек умеет заботиться и о цветах тоже да они о отнимают много времени ну и что теперь а нам время зачем на диване лежать около подъезда семечки лузгать что ли нет мои хорошие ну вы поймите что да она недолгая красота но без нее жить на свете невозможно да и и крысы любят но я научилась справляться пятилитровые бутылки очень хорошо помогают от посещения крыс и от уменьшения влаги которая сбоку поступает из земли и лилия себя начинают чувствовать по-другому а моя сестренка она вообще молодец она в теплице на средние грядки специально сделано там растут лилии там вообще нет воды там земляшу это столешница ее просто лопаты не пробить а лилии какие красивые какие высокие ни одной даже точечки нет ни на листьях не на цветах потому что лишняя влага их не интересует чтобы сохранить всю эту красоту не выкапывать не тащить домой и не тащить в подвалы вам нужно просто помнить что в конце августа в сентябре пойдут дожди наверное всегда это так и ваша задача укрыть их пленками до наступления заморозков да можно срезать цветы срезали увезли домой раздали продали все что угодно а все что останется зелеными листиками сохраните прикройте пленками не дайте замокнуть земли при неглубокой посадке то что вы мы вот сюда влага поступит к луковички просто мороз вырвет и разорвет вашу лилию вот этого делать не надо неправильно посадить не укрыть вовремя придет заморозок убирайте пленки все уже ничего лилии не страшно сухая зима для нее да не зайти до температуры 35 40 градусов ей ничего не будет она с корнями а еще у лилии есть одна особенность она черенкуется даже листьями не просто черенками а листьями и когда начнется сезон я научу вас чешуйки снимать и получать с каждой чешуйки не менее 10 луковичек а вообще и 30 можно получить я научу вас черенковать лилию зеленым черенком и листьями и над луковичными под луковичными и так далее у нее очень много вариантов и любую из них самую дорогую красавицу можно размножить не напрягаясь совершенно это правда всего доброго вам и до свидания я всегда буду с вами